Слово экспертов Максим Сергеевич Здравствуйте Скажите пожалуйста, уважаемые коллеги К нам очень часто поступают вопросы По заливам С точки зрения все-таки Экспертизы, чем мы можем помочь Нашим зарегиумам Можем помочь исчислить ущерб Который был нанесен Этим мероприятием, этим Несчастьем, протечкой Вот, а исчислить мы его Можем разными способами, причем Исчислить мы можем как Неотделимое улучшение включения ремонта Так и самого имущества Которое пострадало, либо Может быть утеряно в принципе Сгореть Какой-нибудь DVD проигрывать Или еще что-то, что там было на полу В этот момент Вот так получается, что Отдел строительно-технической экспертизы Может Это сделать с помощью сметы Сметы на работы Ну смета локальный документ Который в принципе исчисляет все Там гаечки, арматуры, розетки И все прочее Прочее, прочее Но Иногда смета Не получается Не всегда мы готовы сделать смету А почему? Какие причины? Объясняю почему Есть стоимость ремонта строительных работ Она включает в себя Определенный комплекс работ Скажем так Для обывателя это не совсем понятно Вот мы все время пытаемся объяснить Почему мы уходим в оценку Почему? Потому что есть работы явные, которые видно Есть работы скрытые Что из себя представляет скрытые работы? Скрытые работы это работы, которые перекрываются другими работами Ну если в плане там залива или каких-то Ну скажем так вот косметического ремонта Это предположено шпаклевка там Или там штукатурка стен В смете там мы должны указать в один слой В два слоя там штукатурку После этого идет покраска Либо там поклейка обоями Там грунтовка Грунтовка Потом поклейка обоями В данном случае мы не можем это установить Что было у заказчика до того Как его залили Соответственно здесь Сметная стоимость Она скажем так как Максим правильно сказал Она это очень точная наука То есть каждый прутик там арматуры Каждый 100 грамм шпаклевки Они должны быть учтены в смете В противном случае в суде Эту смету можно будет оспорить То есть смета это в принципе Фактически понесенные затраты А фактически я называю то что вы сможете доказать Да действительно Смета это очень точная наука Которую мы в случае залива подтвердить не можем Когда мы это подтвердить не можем То мы просим помощи оценщиков Потому что у них немножко проще То есть есть рыночная стоимость А дел оценки Рыночная стоимость там предположим Там укладки ламината За квадратный метр Да все верно Рыночная стоимость там окраски стен Все правильно Где уже как бы априори заложено И штукатурка под эти обои И шпаклевка И может быть даже снятие старого слоя Поэтому в принципе Да действительно Если отдел строительно-технической экспертизы Не может вам помочь с метой В том случае если вы не можете подтвердить Эти работы ранее проведенные То отдел оценки имеет несколько Больший диапазон своих действий То есть отдел оценки устанавливает Среднерыночную стоимость Ту которая необходима для того Чтобы воспроизвести эти все потери И устранить ремонт Да хотелось бы еще одну вещь Особо отметить Что касается заливов Ну в принципе это Всех строительных экспертиз касается Ну вот заливов в частности То есть обращается заказчик И говорит то что я два года назад Там сделал ремонт Вот я сделал себе там Ну там скажем так Будем называть его евроремонтом Говорит и меня вот залили Все стены потекли Мы сейчас не говорим ни оборудовании Ни о телевизоре который там заливают Это отдельно товароведческий экспертиз Мы сейчас немножко не об этом И начинаю говорить то что у меня же есть Товарные кассовые чеки Да О том что вот у меня кассовые чеки есть То что я проводил ремонт Покупал вот обои Которые вот они здесь висят Там краска Там ламинат Там все вот это Хочу отметить то что Эти все кассовые товарные чеки Они для суда И в рамках экспертизы Там да Я не знаю Ну для суда может быть там Имеет вес какой-то Но в рамках строительной экспертизы Веса они никого не имеют Объясню почему Потому что данный кассовый либо товарный чек Его никак не можно привязать к фактически наклеенным обоям Или к фактически вложенному ламинату Ну то есть в принципе у суда Как у простого обывателя возникнет вопрос Да или у оппонента А действительно этот чек относится к этому ремонту Нет у нас просто суд Очень часто задает этот вопрос То есть в материалах дела Присутствуют эти чеки Товарные, кассовые И суд нам задает вопрос А вот эти чеки У нас же есть подтверждение того Что вот материал есть Такой же Он конечно такой же Да он куплен в каком-то магазине Но это вовсе не означает Что данный материал Куплен именно по этому чеку Уложен именно здесь Согласен И когда нам заказчики звонят Адвокаты звонят И говорят мы там на 100% уверены То что вот У нас же есть товарный чек Кассовый чек У нас все есть А мы им говорим то что Ребят Ну не совсем это так Это не является подтверждением Потому что в рамках По крайней мере строительной экспертизы Мы даже на 100% уверены То что данный материал Должен был быть уложен А чтобы это подтвердить У нас должна быть исполнительная документация Конечно никто В рамках проведения ремонта в квартире Никто ее не ведет То есть те журналы работы Там это Уважаемые зрители Спасибо вам за внимание Сегодня у нас все Если у вас появились вопросы Вы можете задать их В комментариях К этому видеоролику Или обратиться По координатам Указанным на нашем сайте Всего доброго Следите за нашими выпусками До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому